Коллегия Жамбулского областного акимата под председательством главы региона Ербола Карашукеева рассмотрела итоги деятельности исполнительных органов за 2023 год. Социально-экономические показатели составили 102,4%. По итогам прошедшего года рост экономики Жамбулской области составил 2,4%. Руководитель областного управления экономики и бюджетного планирования Сандугаш Абдралиева отметила, что по основным отраслям экономики, кроме сельского хозяйства, обеспечена положительная динамика. За счет роста добычи металлической руды и полезных ископаемых внутри отрасли, объем продукции в горнодобывающей промышленности увеличился на 21,2%. Однако с началом года электроснабжение снизилось на 11% за счет Жамбулского, Меркенского, Рысколовского районов и города Тараза. Объем работы и услуг в сфере водоснабжения сократился на 8,1% за счет снижения в Шуском, Хордайском, Рысколовском, Сарасусском районах и городе Таразе. Заслушав отчеты акимов районов, глава региона поручил устранить все недочеты. Отстающим районам даны поручения по своевременному и полному освоению бюджетных средств. Необходимо поддерживать новые инвестиционные проекты и создавать благоприятную среду для развития предпринимательства, отметил Аким области. В целом показатели экономического развития области неплохие. Объем производства в промышленности составил 100,1%, строительство – 118,7%, объем заново в эксплуатацию жилья – 104,7%, инвестиции – 111,3%. За январь и декабрь промышленной продукции произведено на 847,7 млрд тенге. В некоторых районах наблюдается спад темпов и объемов производства. По итогам обсуждения главой региона поставлен ряд задач, в том числе обеспечить рост валовой продукции животноводства, увеличить объем производства растений в отческой продукции, увеличить объем притока инвестиций. В завершении заседания Аким области уделил время вопросам в сфере госзакупок и напомнил, что нельзя осуществлять закупки из одного источника.